С песнями, плясками и хороводами так встречали маленьких гостей, которые вместе со своими родителями пришли на самую ожидаемую театральную постановку. История о Золушке была написана давно, но несмотря на свой внушительный возраст, она не теряет актуальности и сегодня. Сегодня второй день Рождества и проходит рождественский праздник для наших одинцовских ребят, для их родителей. И, конечно же, очень хотелось показать сказку, добрую, чудесную, которая именно нацелена на то, что мечты сбываются. Надо мечтать, надо верить. Рождественский бал Золушки – история бедной и трудолюбивой девушки, прочитанная по-новому, которую воплотили на сцене талантливые артисты Народного театра «Крылья». Основной литмотив этой постановки – главный христианский праздник – Рождество Христова. Была достаточно сложная задача, как из обычной Золушки, сделать вот такую рождественскую. И, в общем-то, за последний месяц писались отдельные песни. Нам очень помог хор Одинцовского благочинья. Они участвуют вместе с нами. Мы придумали вот такой момент, чтобы включить их в бал. Они тоже гости на балу, они одеты, как настоящие гости на балу. Почему мы проводим такие праздники, елки рождественские? Потому что у нас есть две заповеди. Одна заповедь о любви к Богу – это реализуется через службу Богу, через литургию, через причастие. А вторая заповедь – это о любви к людям. А любовь к людям – это общение с людьми. И поэтому вот эти все мероприятия, праздники – это ради общения с людьми, чтобы согреть их сердца. Золушка – сказочный персонаж, обладающий добрым сердцем и кротким нравом. Но все равно для каждого образ этой героини свой. Золушка – это сказочная героиня, которая в начале сказки была придворной, а в конце стала принцессой. Она была добрая, хорошая и всем помогала. Золушка – это такая балеринка красивая. Трудолюбивая, красивая, спокойная, не злая. Пусть она и не была такой богатой, но в принципе любила ее. Светлые волосы, какая-то голубая, с белым оттенком одежда. Красивая очень, всегда с улыбкой. В этот день и ребенок, и взрослый поверил в чудо. А сказочные декорации, яркие костюмы, хоровое пение создали рождественскую сказку. Приятным завершением спектакля стал сладкий подарок, без которого не остался никто.